Тем временем в зоне АТО очередное обострение. С начала суток уже 20 обстрелов. В основном на Донецком и Мариупольском направлениях. Несколько раз украинским армейцам даже пришлось открывать ответный огонь. В полной боеготовности и танкисты, несмотря на сегодняшний профессиональный праздник. С ними поговорил Геннадий Вивденко. Командир танка с позывным «Клима» отправился на восток страны еще 8 марта 2014 года. С тех пор, как он говорит, тут и катается. Прошел ряд самых ожесточенных боев. У меня царство небесное дед летчиком был. И старая добрая поговорка. Рожденному ползать летать не дано. Смех смехом, но что-то думал, подался именно в танкисты. Захотелось с самого начала. Вот так вот как-то стал танкистом. Ну, не разочарованно? Нет, нисколечки. Клим говорит, танкисты это командная работа. Самое главное, что выглаженность экипажа. Ты говоришь ему, он тебя понимает с полуслова, работаем в паре. Говорит, одна семья. Все сели, экипаж, все выехали, четко отработали. Свой профессиональный праздник танкисты проводят, проверяя боевые машины. Приказ отправиться в бой может поступить в любую секунду. Позывной демон выбрал свое дело жизни. На фронте третий год. Броня это сила, что вообще. Самое интересное в этом войсле. И в технике по колупации пострелять можно. Жизнь, стихия. Украинские танки, как положено, по международным соглашениям, находятся на второй линии украинской обороны. Однако не только броня крепка, но и танки наши быстрые. В случае обострения противникам ситуации на фронте подскочат очень быстро. Командир танка с позывным «Призрак» переживает за побратимов пехотинцев на передовой. Тяжело. Но мы всегда готовы по первому свистку на броню и на выручку. Но пока я смотрю, у вас зачехлено все? Выстал, снимет все. «Призрак» и его побратимы прошли горнила Иловайского сражения и других ожесточенных боев на Донбассе. Опасаются танкисты лишь одного. Самое страшное потерять суверенитет. Все остальное, чпуха. Мы и Украинцы, а захватчик есть захватчик. Геннадий Вивденко и Вадим Ревун, Сергей Байдала. Подробности телеканал «Интер» из Донецкой области.